Всем здарова, дорогие друзья! С вами, как всегда, Никпа. Продолжаем играть с ней в различные андроид-игрушки и возвращаемся в Mortal Kombat Mobile. Сегодня у нас будет обзорчик на предательницу Таню, и вот такой вот отряд я к ней подобрал. Давайте начнём с пассивки. Итак, при любом успешном спецприёме Таня отключает карту снаряжения соперника, то есть она ломается до конца боя. То есть противник не сможет использовать свои вот эти штуки-дрюки. Истощение силы меньше сказывается на союзниках Тани. Интересно, на неё само это работает? Чуть я как-то не задавался этим вопросом. Первое. Первый спецприём резко лодыжек наносит средний урон и удача, то есть повышение шанса критического удара. Также хищная птица даёт увеличение набора силы Тане и наносит уже, получается, высокий урон. Ну и рентген, собственно, отключает спецприёмы всем противникам в отряде у оппонента и, собственно, наносит чрезвычайный урон. Теперь насчёт снаряги. Для блокбрейкера я взял бездонный сосуд с кровью, решил не брать револьверы. 35% вероятности превращения основных атак в неблокируемые и 50% вероятности наложить кровотечение при выполнении завершающих комбо ударов. Плюс шлем шелкана для увеличения и так высокого запаса здоровья. Вообще, это не обязательно Натане использовать, но мне просто захотелось сразиться с более сильными противниками в войнах фракции, поэтому я поставил и бафнул, так сказать, её статой практически на максимум. И 35% максимального бонуса к здоровью. Два бонуса достаточно плохие. Ну и, конечно же, конечно, родное снаряжение Натане. 50% увеличение урона от основной атаки. У неё мало ударов, но они будут очень больнючими. 30% вероятности превращения спецприёмов 1 и 2 в неблокируемые для Тани. И 25% вероятности 50% очков урона в здоровье при выполнении спецприёма 1. Как-то так. Я обычно стараюсь ставить на персонажей их родное снаряжение, чтобы, так сказать, было более объективно всё. А не просто ставить крутое снаряжение, которое тащит на любых персах в любой ситуации. Теперь насчёт пассивок двух других персонажей. Во-первых, Китана. Все союзники из внешнего мира в отряде начинаются с одним пачком силы. Это круто. И Коталькан, Бог Солнца. Плюс 30% к атаке для представителей внешнего мира в отряде. То есть он будет у нас таким, знаете, усилятором. Чисто для пассивочки. Итак, первый бой. Каждый раз, когда мы переходим, у нас новый противник появляется. Блин, чё-то мне не нравится. Это соперник на самом деле. А можно мне ещё другого, а? Я не хочу против МК-11 сражаться. Да, смотрите, здесь можно реально так просто вот заходить и выходить. И выбирать себе оппонента, с которым ты хочешь сражаться первым. Чё у нас у Скорпиона есть вначале? Молот гнева имеется? Нет, но есть шар на цепи. И кольцо Синдул. Кстати, он будет копировать все положительные эффекты. Неприятные. Неприятные соперники. Блин. Вот каждый раз, когда ты хочешь что-то посмотреть, у тебя новые противники делаются. Интересно, так между боями вообще можно делать? То есть выбирать бесконечно теперь соперника. Ну ладно, неважно, короче, вот так вот пойдёт. Здесь, конечно, у нас имеется Джеки Брикс с большими статами, но ладно. Раньше нельзя было так обузить, на самом деле. То есть ты выбирал битву, и тебе всегда один и тот же противник выпадал. Пока ты либо не пройдёшь там несколько боёв, либо же не сменишь сложность, да? Там могут быть разные. Но если ты выбираешь одну и ту же сложность и не меняешь ни снарягу на своих перцах, ничего не меняешь, то противники всегда у тебя одни и те же. А здесь, смотрите, разные. То есть сколько бы ты ни менял, всегда разный оппонент. У нас максимально раскачанная атака. Ну не совсем максимально, можно было, конечно, поставить какую-нибудь Сайрекса. Но тогда бы он не усилял второго персонажа в отряде. Ну усилял бы, но не так, как я бы хотел этого. Так, используем второй спецприём и пытаемся увеличить себе набор силы. Нифига себе урон, 152 тысячи, нормально так. Ага, я отпустил блок, прошу прощения, это моя ошибка. Сейчас была. Смотрим на урон первого спецприёма. Мы ещё можем отхилиться за счёт него. Так, но с отхилом нам не особо пропёрло. Фух, слава богу, пассивка атакеды не сработала. Используем ещё один первый. Шестьдесят семь и тридцать пять тысяч урона, нормально. И пытаемся пробить блок через первый спецприём. Отлично получилось. Либо она просто не поставила блок, тоже вероятность есть такая. А мне вот интересно, если вот сейчас, допустим, зайду, да, в редактирование своей команды, у меня тоже противник поменяется или будет всё-таки тот же самый? То есть, если вот так вот смотришь... Ааа, кнопки исчезли, вы прикиньте, нельзя теперь. То есть, первого противника можно выбрать, какого захочешь, а вот остальных тебе даёт уже, типа, дерись с такими, какие есть. Окей, я понял вас. Я специально, видите, надел на неё шлем, чтобы мне стали попадаться противники высшего уровня, чтобы, так сказать, повеселиться. Или проиграть. Одну из двух, как бы. Как-то так. Но пока что Таня в соло справилась с первым соперником. Посмотрим, как пойдёт дальше. Так, против нас, собственно, Кен Широнин. Я думаю, можно сразу его первым жахнуть, может, даже убьём его, если криты выпадут. Но только один крит выпал, поэтому его не убили. Но у нас теперь повышение шанс крит-удара есть. Нет, я первый ударю, ты уж извини. Давайте постараемся её добить через первый спецприём. Благо, может, выйдет. Отлично. Ну, конечно, конечно, всякое воскрешение дебильное у тебя будет. Пытаемся пробить блок Шаокану. Блин, у него отхилл, правда. Но мы пробили блок, отлично. Иии, может быть, даже мы его сейчас убьём. Если смертельный или крит вылетит. Ну, крит не вылетел. Точнее, крит вылетел с обоих ударов, но смертельный не вылетел. Он выжил с маленьким запасом здоровья, мы просто его тычкой добили. Изи. Блин, а сборка неплохая. Здесь и выживаемость хорошая у Тани, и при этом урон неплохой идёт. Очень даже. Так, следующий бой. Классическая Соня Блэйд. Рейден классический. И тяжёлое вооружение Джакс. Поехали. Единственный минус этой сборки. Здесь нету, как вы видели, источника жизни Блэйза. И мы сами не застрахованы от источника жизни Блэйза, и тем более от опустошителя, который может спереть у нас спецприёмы, отдать его сопернику. Но это как бы частности. Так-то, конечно, можно, допустим, родные кинжалы Тани заменить на какой-нибудь револьверы, либо оставить их, потому что игра чисто ударяя в блок противника, но при этом спецприёмами пробивая их блок. Ну, или пытаясь пробить. Минус Тани в предательнице в том, что у неё всего один или два удара, наносятся спецприёмы, и они не всегда пробивают блоки. Поэтому не стоит всегда рассчитывать именно на эту пассивку. Стоит подбирать снаряжение, подходящее под эту тему. Потому что, вот смотрите, сейчас я могу не пробить блок. Видите? Не пробил блок. Отстой. Блин, да сдохни ты уже. Ясно. Она сейчас ещё и сменится, скорее всего, да, на Рейдена. И Рейден ещё, по мне, первый нанесёт. Нифига себе, он всего седьмого слияния, он так больно дамажит. Давайте мы его добьём. Я думаю, его есть вероятность добить. Если, конечно, какой-нибудь бессмертие не сработает. О, отхилл. Так, ну здесь надо замениться. Блин, я вообще-то хотел второй спецприём использовать. Почему ты первый меня это сделал? Нифига себе, она закомбила. Неплохо. Добиваем персонажа номер два. Так, давайте я Таню выведу. Да, я могу подставиться сейчас под второй спецприём Джакса. Но я рискну. Отхилл. Давайте мы даже заблокируем второй. У нас есть, собственно, ресурс в виде жизни для этого. И попытаемся добить Джакса через первый спецприём. Надеемся, что ни костяной щит, ни бессмертие его не спасут. Отлично, изи. Хорошо. Отлично. Но пришлось смениться один раз, потому что там был шанс отлететь нашей Тане. Поэтому надо было как-то более аккуратно сыграть в этом моменте. Так, следующий матч. Номер четыре. Ой, вот это вот уже жесть. Вот это вот серьёзная команда. Две алмазки десятого слияния, одна седьмого. Но все алмазки топовые. Плюс, получается, Скорпионы начнут с шкалами силы. Если там ещё источник жизни Блэйза стоит, то это вообще задница полная. Здесь очень легко отлететь. И от Мелины, и от Скорпионов. Каждый из них очень больно дамажит. У них бешеные криты будут. При этом у них самих сопротивление крита. Ну, у одного, по крайней мере. Это будет, на самом деле, сложно пройти. Но я постараюсь. На крайняк у нас есть истощение у Таньки. Ой, у Скорбной Китаны. Блин, у него ослепление. И он сразу использовал первый спецприём, а я ничего не могу против этого сделать. Ладно. Ослепление не работает на спецприёмы. Поэтому сделаем вот так. Добей, пожалуйста, его. Красота-то какая. О, она использовала первый спецприём. У нас повышенный шанс срабатывания щита. Изи. Давайте сменимся. И стащим Скорпа. Отлично. Вообще красота. Опача. Блин. Он успел блок поставить. Но мы добили его. Так или иначе, Таня двоих завалила. Неплохо. Успела всё-таки, знаете. И даже несмотря на это бешеное выжирание здоровья. С помощью огня и прочих гадостей. Типа два огня вначале наложили на нас. Они нас очень быстро выжрали. И финальный босс. Собственно, классическая милина. Кулак Шаолиня. Кунлао. Дыхание дракона Борайча. Опасно не выглядит, на самом деле, по первому взгляду. Но это может быть обманчиво. Потому что я не стал специально смотреть, какое снаряжение у них. Так даже интереснее. Просто не зная, какое снаряжение, ты не знаешь, к чему подготовиться. К примеру, в предыдущей катке у меня, как сказать, ослепление наложили с помощью пояса верности. Вот этого дебильного. Который меня очень раздражает в последнее время в Войнах Фракций. И мне очень много из-за этого прилетело обратных ударов. В начале. А, я быстрее! Нет, 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 подружка. И второй пошел. Мы вряд ли, конечно, им добьем, хотя если еще раз вылетит смертельный удар. Отлично, минус один есть. Сейчас пойдет, скорее всего, первый. У нас повышенный набор силы. Можем очень быстро копить спецприемы и сразу их юзай. Так. Еще одно комбо. Убиваем стычка противника. Накапливаем быстро второй спецприем за счет самого второго спецприема. И добиваем 298 тысяч урона! Охренеть! Вот это я понимаю жесть. Вот это урон! Вот это урон! Вот это было красиво! В конце мы закончили прямо офигенно. Последний бой. Это прям было жестко, реально. Это было реально жестко. Бедный чувак. 298 тысяч урона за второго спецприема. Это, видимо, смертельный удар сработал. Охренеть! Это, 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 это капец, конечно. Ну, в общем-то, на этой веселой ноте мы, наверное, тогда будем пока что заканчивать с вами. На этом с вами был Ник. Большое вам спасибо за просмотр. Удачи! До скорых встреч! Мы еще увидимся! Пока-пока! Удачи! Удачи!